Эмиль, если говорить дальше о премьер-министре Израиля, да, у него сложное положение, потому что, когда, очевидно, закончится операция Цахал, вопросы в граждане Израиля будут именно к нему, да, как вы считаете, это неожиданное такое высказывание Натаньяху, он сказал следующее, что силы Цахал останутся в Газе под контролем Цахала и не передадут международному сообществу? Вы знаете, в Израиле по этому поводу говорят, что есть такие икони, которые хотели бы, чтобы переправа для вас вечно. Значит, Бениамин Натаньяху повторяет нарратив о том, что израильские силы будут контролировать Газу уже несколько разов, фактически все время это повторяет, невзирая на то, что это полная противоположность тому, что говорит Блинкен. Блинкен говорит, что будет создана, во-первых, что Газа будет передана под контроль палестинской администрации, что начнется работа над созданием здесь условий для в определенный момент декларирования и создания государства палестинского в полном объеме, не в виде национальной автономии, как это сейчас, что будет при этом консорциум стран, который будет и заниматься восстановлением газа, вкладывать деньги, и с другой стороны коалиция вооруженных сил, контингент, который будет следить за тем, чтобы с территории палестинской автономии, палестинского государства будущего не исходило больше угрозы Израилю. Последний пункт, самый проблематичный, потому что палестинское население, в принципе, по-прежнему крайне негативно настроено в отношении израильтян и евреев, в том числе та часть палестинцев, которые живут под контролем Рамалы, а не под контролем Газы, то есть Хамаса. Это сложный очень процесс, но вопрос в том, почему Нетаньяку постоянно говорит вещи, противоположные озвучиваемым американцам, несмотря на то, что американцы уже говорили, что это нам мешает, и это в ситуации, когда Америка несет очень большую нагрузку по поддержанию обороноспособности Израиля, и в том, что здесь находятся крупные американские силы, сдерживающие возможное открытие Северного фронта, и в том, что действует постоянный мост поставки вооружений, боеприпасов, как морем их поставляют, так и воздухом. На мой взгляд, самое то, что лежит на поверхности, что Бениамин Итаньягу в первую очередь делает эти заявления с оглядкой на своих коалиционных партнеров. Его коалиционные партнеры, блок религиозный сионизм, это такие национал-патриоты, если можно так сказать, национал-ортодоксы, которые видят в происходящем возможность реализовать свои далеко идущие планы и занять еврейским присутствием все пространство от Иордана до моря, но если о западной части, то есть ближе к Иордану, речь пока не идет, то мы говорим вот о пространстве до моря. Это опасная достаточно тенденция, будем предполагать, что она не будет реализована, но вот из этого ряда все эти глупые изображения о том, что на газу надо сбросить бомбу, о том, что жителей газа надо выдавить из страны, о том, что Израиль вернется в газу и восстановит там свои поселения, восстановит Бушкатив, все то, что было выведено оттуда в 2005 году. То есть, по всей видимости, Бенемин Таньягу, стремясь сохранить поддержку свою и таким образом избежать отставки после того, как закончится война, он делает постоянные реверансы в сторону вот этих коалиционных партнеров для того, чтобы они не присоединились в час икс к вотому недоверия, который ему попробует объявить оппозицию. Да, Эмили, мы понимаем, да, что это отчасти политические заявления на Таньягу. Вот у меня вопрос, а насколько он влияет и контролирует Цахал? Смотрите, Цахал он не контролирует, как бы Цахал контролирует узкий кабинет по ведению военных действий и, разумеется, Цахал контролирует генеральный штаб армии. Генеральный штаб армии – это, собственно, оперативная единица, а если мы говорим про политический эшелон, то не случайно введены Бенни Ганс и Гадди Азинкот, то есть оба бывшие главы генералштаба. Бенни Ганс, он также был министром обороны. Это очень опытные военные и военные политики. Оппозиционеры их ввели в кабинет для того, чтобы не только Нитаньягу мог заниматься этим вопросом, ну и, соответственно, степень его влияния, она уменьшилась. Здесь работает министр обороны. Опять же, в первую очередь работает в этом направлении не Нитаньягу, а министр обороны, хотя он и принадлежит той же партии, что Нитаньягу, партии Ликут. Йоаф Галланд не является абсолютным сторонником Нитаньягу, тот даже хотел его снять в какой-то момент. Оппозиция удержала его от этого шага, Нитаньягу быстро отменил свое решение. Министр обороны Галланд это, разумеется, запомнил. И сообщают, что с Бенни Гансом у него отношения очень уважительные, доверительные, нормальные. С Гадди Айзенкотом чуть-чуть поболее напряженные, но, тем не менее, они не наступают друг другу на мозоли. И когда Айзенкот захотел посетить какие-то части, он получил на это разрешение от министра обороны. То есть Нитаньягу здесь в меньшей степени влияет на само управление военной операцией, но, разумеется, он пытается представить это иначе. Он постоянно сфотографируется на фоне солдат, на фоне спецназовцев, он выезжает, с кем-то встречается. В Израиле все понимают, что это пиар, не более того. Контроль армии осуществляют сейчас в большей части другие люди. Продолжение следует...